Приветствую всех, братья и сестры, в этот утренний час воскресного дня. Откроем вместе со мной книгу, первое послание Тимофея, прочитаем из шестой главы, с шестого стиха и ниже. Первая Тимофея, шестая глава, с шестого стиха и ниже. Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение, и все эти во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигам веры, держись в вечной жизни, в которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями. Если сейчас сюда выйдут Роман, Ольга и Жанна, мои дети, и вы спросите, чьи это дети, скажете, это дети Владимира и Валентины. Почему они дети Владимира и Валентины? Потому что они были рождены от Владимира и Валентины и воспитаны в этой семье. Апостол Павел пишет Тимофею к юному и говорит в 11 стихе, мы читаем удивительные слова, «Ты же человек Божий». Знаете, кого можно назвать или наградить таким прекрасным званием, как «человек Божий»? Ведь на сегодня все верующие желают или, можно сказать, даже жаждут быть именно такими. Мы даже, знаете, боремся со всеми своими слабостями, которые проявляются в жизни нашей, греховными какими-то наклонностями, которые увлекают порой нас, чтобы достичь вот этого прекрасного звания «человека Божия». 89-й Псалом, первый стих, начинается так. «Молитва Моисея, Человека Божия». В прошлое воскресенье мы приняли в нашу семью еще пятерых. Они стали членами Церкви. Но как стать? Как стать человеком Божиим? Встает вопрос. Что для этого нужно? Я думаю, что вопрос очень простой и прямой. Я думаю, каждый из нас знает ответ. Для того, чтобы стать человеком Божиим, нужно родиться от Бога. Нужно родиться от Бога. Евангелист Иоанн в первой главе, с самого начала мы читаем в первой главе, с 12-13 стихи, он говорит такие слова. «А тем, которые приняли Его, то есть Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Мы зададим вопрос, а как это произойдет? А для этого есть условие, братья и сестры, есть условие, что рождение от Бога происходит посредством слышания Слова Божьего и принятия Его. Потому что вера в человеке рождается от слышания, а слышание от Слова Божьего. Поэтому вот эти условия, они необходимы для каждого человека, который хочет быть человеком Божьим, принять, услышать Слово и принять Его. Иаков в первой главе, в 18-м стихе говорит, «Восхотев, родил Он нас Словом Истины». А апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 4-й главе, 15-й стих, в первое послание к Коринфянам, 4-я глава, 15-й стих, говорит, «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием Христовым». Вот эта первая ступень для того, чтобы стать человеком Божьим, она необходима для каждого человека. Ведь человек может ходить всю жизнь в церковь, ходить, быть вместе с народом Божьим, но если он никогда не родился от Бога, он не может быть человеком Божьим. Человеку, всякому человеку нужно принять Слово, принять Его, услышать, принять Его и родиться от Бога для того, чтобы быть в семье Божьей. Вторая ступень и необходимая ступень это через повиновение Духу Святому. Знаете, сила Духа Святого она передает нам смысл истины Божьей. Тогда, когда мы слышим Слово, Дух Святой силою Своей открывает нам истину, которая написана в Слове Божьем. Христос, когда был среди учеников и сказал, когда Он уходил, Он сказал, Я умолю Отца, Я уйду туда, умолю Отца, чтобы Он послал Духа Святого, который наставит вас на всякую истину. Поэтому вторая ступень для человека Божья повиновение Духу Святому. повиновение для того, чтобы Дух Святой пробуждал и возрождал человека к новой жизни. К новой жизни постоянно. Потому что Слово Божие нам говорит, апостол Павел пишет в 8 главе к римлянам. Римлянам 8 глава 14 стих. Ибо все вводимые Духом Божьим суть Сыны Божьи. Я думаю, очень важно вот эта вторая ступень подчинения правилам Божьим, которые мы слышим. Подчинения правилам Божьим, они необходимы точно так же, как температурный режим для яйца, в котором заложена жизнь. И не подчинив вот этот температурный режим для этого яйца, жизнь, которая заложена в нем, она никогда не выйдет наружу. Сделай ее холоднее в инкубаторе или сделай ее жарче, она или испортится, или сварится. То есть не подчинив этому закону, не будет жизни. Как важно нам, как христианам, детям Божьим, быть в повиновении Духа Святого, слышать голос Его, распознавать Его, и Слово Его, будет касаться сердец наших. Третья ступень для того, чтобы стать человеком Божьим, это жить достойно Бога. Апостол Павел Павел пишет в Фессалоникийской церкви, это первое послание фессалоникийцам, 2 глава, 12 стих. Казалось бы, это церковь уже, и люди приходят на богослужение, и люди живут уже жизнью в Боге. Но апостол Павел говорит удивительные слова. «Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога. Как важно человеку Божьему жить достойно Бога. Вот эти три ступени, которые необходимы для того, чтобы стать человеком Божьим, родиться от Бога, быть Вадимым Духом Святым и жить достойно Бога. И казалось бы, все. Но обратите внимание, что каждый человек имеет свой характер. А человек Божий должен иметь Божий характер. Человек Божий должен иметь Божий характер. У меня есть восемь пунктов, которые я нашел. что должно сопровождать нашу жизнь. И я не буду останавливаться подробно, коротко, просто осветим каждый пункт из этих, для того, чтобы нам было понятно, что нужно человеку Божьему в его характере, чтобы характер человека Божия был и проявлялся в нем. Первое – это вера Божия. В Евангелии Марка, 11 глава, 23 стих написано, «Имейте веру Божию, ибо я истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомниться, то будет вам». То будет исполнится. Вера Божия, Христос говорит, кто не усомниться. Естественно, у нас не проявляется это в жизни. Мы не говорим и не молимся так. Но достигая веры Божьей, мы можем понимать и смысл то, что говорит сегодня Господь для каждого сердца из нас. Есть человеческая вера, и мы должны это различать. Человеческая вера, когда мы верим в свои силы, мы верим в свой разум, верим в способности, верим даже человеку другому, который говорит нам что-то. Это человеческая вера. Есть вера бесовская, так слово нам Божие говорит, когда люди полагают свою веру на шептунов, на гадателей, на чародеев, точно так же, как Саул, который когда-то не слышал голоса от Бога, не мог ничего разобраться, что происходит, и он идет к волшебнице, к колдуне. Поэтому есть вера бесовская. И Иаков в 3 главе пишет такие слова, 14-15 стихи. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». И, конечно же, есть вера Божия. Вот из этих количеств всех веры. Вера Божия, которая основана на чистоте евангельского учения, на Божьем водительстве, Божья вера. Я думаю, это первая ступень, которая должна быть в характере человека, иметь Божью веру. Второе – это иметь Божьи мысли. Слово Божье нам конкретно говорит, и Господь сказал через пророка Исаия, Он говорит, «Мои мысли, не ваши мысли, и ваши пути, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Оно именно так. Человек Божий всегда должен быть занят святыми мыслями. Он должен быть всегда тянуться к тому, чтобы мысли его были во свете Слова Божьего. Если вы проверите свою жизнь, вы поймете, что всякий раз, тогда, когда мы одни, мысли начинают роиться, приходят всякие греховные мысли, всякое плотское, но человек Божий должен иметь Божьи мысли, стремиться для того, чтобы помышлять о благом, помышлять о добром. В притче 12 глава, 5 стих написано, «Помышление праведника – правда». «Помышление праведника – правда». И апостол Павел Коринфянам во втором послании пишет, «Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающие против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Я думаю, как важно в характере человека Божия иметь Божьи мысли. Третье – иметь Божьи чувствования. Задание вопроса, какие же они, Божьи чувствования. Знаете, трудно порой унизиться, остаться обиженным, знаете, перенести, может, какое-то оскорбление, унижение, смолчать. Но мы знаем, так поступал Христос. Так поступал Христос. И филиппийцам Павел пишет, «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением, быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирив себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Это одна из направлений или та черта в характере человека Божия, которая должна быть, иметь вот эти чувствования Божьи. Еще один из пунктов, которые есть, это иметь желание Божие. А мы знаем, что желание Божие, которое есть, которое хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Апостол Павел пишет Тимофею, во 2 главе 4 стихе, который хочет, чтобы все люди спаслись. Поэтому желание человека Божьего, оно должно быть увидеть человека, который рядом со мной, и если он еще в мире в этом и не спасен, чтобы заботиться о спасении, о спасении всех людей, всех грешников, которые окружают нас. Еще один пункт, это стремиться к совершенству. Поэтому Христос в Нагорной проповеди сказал, 5 глава, 48 стих, «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Шестой пункт, это поступать, как Бог, как Он поступает. А мы знаем, что Христос, когда здесь находился на земле, Он льна курящего не угасил и трости надломленной не преломил. Вот это в характере человека должно возрастать посредством работы Духа Святого. В Нагорной проповеди мы читаем 5 глава, 9 стих, Он является миротворцем. Это маленькое, но как много оно играет значение, когда в жизни христианина этот характер, эта черта проявляется. Быть миротворцем. Когда где-то какая-то вспышка, быть миротворцем. Ну и последнее это отдавать Божье Богу. Как в материальном, так и в духовном, чтобы человек научился отдавать Божье Богу. Давид в 1 Параллипоменон, 29 глава, 1 Параллипоменон, 14 стих, он говорит, когда уже пришла старость, когда уже Соломону нужно было воцариться, когда Давид уже приготовил все для того, чтобы для храма, для построения храма, и у него все было, и он говорит, ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать, но от тебя все, и от руки твоей полученной мы отдали тебе. Как важно это иметь в характере человека Божия. Мы сегодня слышали перед началом Слова Божия, что все суета и сует, и всякий человек, который набирает и скапливает все здесь, другой будет им пользоваться. Нечестивый собирает, а праведник пользуется. Как важно быть человеком Божьим, родиться от Бога в семье его, воспитываться посредством Духа Святого и быть послушным и повиновением Богу и иметь вот эти качества в характере человека Божия. Характера Божьего. Пусть Господь благословит нас размышлять над этим, чтобы мы могли сказать на любого из нас, кто приходит в дом молитвы, это человек Божий. Пусть Господь прославится в жизни нашей и в этом. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok